Время последних обстрелов, зимних обстрелов, прошло повреждение здания, была проломлена крыша пятиэтажного дома, под завалами погибли люди, ну и осталось в аварийно-опасном состоянии дом. К нами был иницинирован вопрос по устранению последствий этих разрушений. Служба назначенных ситуаций Украины, которая тоже пришла на помощь нам, организовала работу по разбору этих завалов. Думаю, за сегодня, завтра мы все-таки закончим разбор этих завалов, достанем остатки погибших тел, отдадим поселение почести, ну и устраним последствия этой, скажем так, неприятной ситуации. Отец был на кровати в спальне большой, вот как раз вот это вот развалено. А мама, получается, она, наверное, выбежала с комнаты, потому что ее нашли в коридоре, где ванная, ее присыпала кирпичами. Я думала, может, они в подвал спустились с соседями. До пяти утра я не верила, пока соседи не поднялись наверх. Когда обстрел прекратился, они пришли с бомбоубежища, с первой школы, поднялись наверх. И позвонила соседка и говорит, Юля, там торчит нога. Это была матерь на ногах. Работают подразделения главного управления, а именно аварийно-спасательные транспортные значения по демонтажу аварийных конструкций, дабы обеспечить безопасность проживания населения. Данное подразделение прибыло с города Мариуполя. Работы ведутся сегодня и быстрее все будут продолжены завтра. После их окончания полностью будет обеспечено безопасные условия нахождения здесь населения и проведение ремонта строительных работ по восстановлению дома. Данное подразделение нахождения здесь населения.